Всем привет! Сегодня покажу, как подключить электромагнитный клапан, как сделать систему ИПХХ на машине, где ее вообще нет. И этот ролик будет специально для канала Наиля Порошина. Все, смотрим. Вот машина Нива. Установил знакомый карбюратор, попросил. 53-й двигатель 1.6, 1600 кубиков. Вот карбюратор 53-й. Сейчас покажу. Вот видно, не видно. Да, вот видно. С электромагнитным клапаном. Ну, Нива старая, 1990-го года, выпуска по системе ИПХХ. Тут, естественно, нужно молчать. Тут ее вообще, в принципе, нет. Ну, у нас возникла идея, почему не поставить систему ИПХХ, сделать электромагнитный клапан, подключить, чтобы он работал специально. Ну, вот, может быть, будет кому-нибудь интересно. Что для этого нужно? Для этого нужно блок управления электромагнитным клапаном. Солнышко светит. Сегодня весна, плюс 5 у нас. Сейчас покажу его маркировку. Так, вот. Маркировка. Данный клапан, данный блок управления, отключает электромагнитный клапан при оборотах двигателя 1700. Вот. И включает его в работу, когда обороты падают до 1500. оборотов минуты. Так. Ну, естественно, тут этого и нету. Я думал, самому придется прокладывать электрику, но в магазине нашел прямо вот такой вот электропроводка коммутатора 21213. Именно именно вот это вот то, что нужно для системы ИПХХ. вот оно так выглядит. Вот он. Вода. Масса. Это у нас так, это у нас колодка на коммутатор. Это у нас колодка как раз на блок управления. А это на распорядитель зажигания. Зажигание тут электронное стоит. Так что, все хорошо. Ну, начнем. В принципе, ничего сложного, как оказалось. Все делается очень просто. Вот так. Ну, переходим непосредственно к схеме. Вот блок управления электромагнитным клапаном. Вот сам электромагнитный клапан. Это винт. Количество топлива в карбюраторе стоит. Сейчас я покажу. Вот он. Вот он. Вот этот винт. Он же служит датчиком выключения электромагнитного клапана. Вот он приходит вот сюда вот. Он вот там в далеке. Вот он как раз цепляется. Вот выключился, включился. ну, служит как минусовой провод, как масса. Вот его выход как раз таки. Фишка его этого датчика. Как он работает, все тоже. Вот фишка подсоединения так, сейчас, вот она. Фишка подсоединения всей вот этой проводки. Здесь с завода выходит в лавков уже. Батарея и коммутатор. Они на обычной машине они просто сюда цепляются и сидят здесь, так скажем так. Вот. Ну, я тут уже отрезал, сделал вот такие вот фишечки. Примотал немного по колохозному, мне ничего страшного. Главное, чтобы работало этот коммутатор. Вот. смысл в том, что здесь также выходит из салона два провода, по идее. И в этой фишке они раздваиваются. Идут, приходят на батарею и опять же раздваиваются, идут на коммутатор. Ну, и там дальше уже по проводке блок управления уходит и на коммутатор выходит. Вот. Вот на коммутатор. То есть, вот он. Вот это. Вот она. Вот эти провода раздваиваются. Вот. Док управления есть разные. Этот выключает на, как я уже говорил, на 1700 и включает на 1500 оборотов в минуту есть, который выключает клапан на 2100 оборотов и включает на 1900 оборотов. Ну, это уже там, как кому хочется. Это восьмерочный, по-моему, так отключает. Но это я не взял. Вот. Хотя, по вот этой книге как раз-таки должен выключать клапан на 2100 оборотов и включать его на 1900 оборотов. Ну, я решил взять такой. Ну, все. Начинаем потихонечку прокладывать проводку. Да, вообще про систему ИПХХ вот это хотел сказать. Зачем она, в принципе, нужна? Я не скажу, что прямо для экономии топлива нужна эта система. Ну, я думаю, что скорее для уменьшения токсичности. Потому что часто встречается в городском режиме такой цикл, когда часто приходится тормозить двигателем. Вот это дроссельные заслонки закрыты, а обороты двигателя увеличиваются соответственно с трансмиссией. И получается под дроссельными заслонками создается большое разряжение. И через систему холостого хода поступает очень большое количество топлива. смесь обогащается. Она не успевает сгорать и все это вылетает в трубу. Тем самым токсичность повышается. Для этого и создана система ЭПХХ, чтобы отключать систему холостого хода. Обычно когда на таких машинах устанавливают карбюратор с электромагнитным плавленом, просто на него подается плюс. Он открывается и все открыто постоянно. Нам захотелось сделать такую интересную штуку, чтобы работало все. Так, мы вот поставили, все на месте стоит, подключено. Эта проводка здесь, коммутатор на месте стоит, проводка там везде на месте, где и должна. Так, эти здесь, проводки все по схеме. На клапан. Так, вот блок управления электромагнитным клапаном. И там проводка там, 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 там. Вот так пошла, пошла, пошла. Вот вот этот вот провод ушел на распределитель зажигания. Все везде подходит. По длине все аккуратненько все. везде сидит, лежит, все нормально. Серега, давай, заводи. Вот так, работает. сейчас проверим, электромагнитный клапан работает или нет. Берем, соединяем. Все погас. Все нормально. Так, теперь покажу, как проверить вот этот вот блок управления, работает он или нет. Ну, надо два провода таких вот, чтобы ему создать иллюзию, так сказать, закрытых зафлонов. Потому что мы будем дозовать. Чтобы проверить все это дело. Так, это минус. Так, не надо замыкать ничего. Минус. Ну, так, чисто символически, чтобы он был. отсоединяем отсюда фишечку. Так, и подаем на него минус. Это будет соответствовать, как вот здесь замкнуло на минус. Как будто бы заслонки закрыты. Так, и у меня второй бутыл. Этот проводочек на плюс, на плюс, на плюс. А этот проводочек на электромагнитный клапан, чтобы он был открыт. Вот, щелкает, и это значит, он открылся. Верняка. Ну, для этого нам еще потребуется тестер, чтобы нам видеть, отключается электромагнитный клапан или нет. Нужно на минус, а это сюда. Так, аккуратно. Так вот. Так, да, еще забыл, чтобы нам видеть обороты двигателя, ну, чтобы было наглядно. Я подсоединю стробоскоп, он там обороты как раз показывает. так, он работает, чтобы видно было обороты двигателя. Сейчас поведу. Ах! 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 900 оборотов вот видим клапан работает на нем питание сейчас он открытый начинаем потихоньку повышать обороты все, на 1700 отключился, питания нет и дальше, если будут обороты увеличиваться, питания тоже нет теперь уменьшаем обороты поскольку вот, 1500-1560 он включился снова это говорит о том, что блок управления клапаном работает ну вот так вот, примерно как-то так не судите строго, если что всем спасибо, всем пока м б